Аминчи готовятся к международной акции «Бессмертный полк». Наш город стал первым в России, где принять участие в торжественном шествии смогут дети-сироты. Воспитанники детского дома номер 4 принесут портреты героев войны, чьими именами названы улицы Омска. Ведь о судьбе своих родных, ветеранов Великой Отечественной войны, они ничего не знают. Почему дети решили принять участие в этой акции и о том, где пройдет шествие, в этом году расскажет Светлана Еловнарова. Практически все свободное время он проводит за новой книгой. В детстве литературу выбирал развлекательную, сейчас – познавательную. На полке Сергея Булова десятки изданий о Великой Отечественной войне. Подвиги подполковника Николая Бударина восхитили больше остальных. Когда Сергею предложили пройти в колонии «Бессмертного полка» с портретом героя войны, он не раздумываясь выбрал Бударина. Участвовал под Москвой, в Сталинградской битве, участвовал в освобождении Днепра и был героем. Последний сбой он уходил. Наше поколение помнит и не забыло, каким трудом была добыта эта Великая Победа. Более 30 воспитанников детского дома номер 4 примут участие в шествии 9 мая. Сейчас для них проводят уроки патриотического воспитания и истории. Ребята узнают новые факты из биографии солдат и их фронтовых подвигов. Я выбрал Асминина, потому что сам хочу стать моряком. И он герой. Скажи, что названо в его честь в нашем городе? Улица. Эту акцию организовали члены регионального отделения Союза офицеров. Они хотели, чтобы и у детей-сирот была возможность поучаствовать в торжественном шествии. Пусть они и не знают имен своих родных и близких. Тех, кто во время войны сутками трудился в тылу, освобождал захваченные врагом территории и погибал на полях сражений. Бессмертный полк доступен всем, потому что вся страна ковала победу. Раз у нас бессмертный полк доступен всем, то он должен быть доступен и этим детям. Вот тем более, это теперь, с этого года, это будут дети бессмертного полка. Сыновья и дочери бессмертного полка. В этом году шествие стартует в 14.00 у библиотеки имени Пушкина. Колонна пройдет по улице Ленина, на перекрестке с улицей Масленникова, свернет на Иртышскую набережную. Завершится шествие у магазина «Океан». Там состоится праздничный митинг. Год назад в колонну бессмертного полка встали более 30 тысяч мячей. В этом году организаторы прогнозируют еще большее количество участников. Светлана Еловнарова и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.